Утро Улыбаюсь и встречаю Оранжевое утро Здравствуй, город Всем пора вставать Всем пора вставать По делам бежать Улыбаться Воздухом дышать Здравствуй, утро Подробности в Юнайт Моторс по телефону 373393 Или на сайте mozda33.ru Субтитры делал DimaTorzok Утром, с новым днем Просыпайтесь, друзья Мы ждем вас в студии Оранжевого утра Владимир Климов И Юлия Кораблева 23 октября на дворе Среда, дорогие друзья Среда, это маленькая Пятница Так что, друзья, осталось совсем чуть-чуть И уже скоро времени выходные Но сегодня, надеюсь, среду проведем вместе с вами Во-первых, этого утра Ну и, конечно, душой и телом Нет, душой все-таки, наверное, будем с вами весь день, дорогие друзья Так что, сейчас Я не буду изобретать никаких велосипедов И Юля тоже не изобретает самокатов Поэтому, ранние пташки Кто хочет выиграть пиццу Бегом, бегом к телефону 366666 Набираем И четвертый, дозвонившийся, получает вкуснейшую пиццу Мы, наконец-то, ее попробовали Вкуснейшую пиццу От империи пиццы От нашего вкусного спонсора 370060 Пицца в офис и домой Но у меня совет для ленивых ранних пташек Не обязательно бежать к телефону Просто, друзья, запомните С вечера Нужно положить телефон рядышком с собой И в 6.30 И на автодозвон И звонить в студию Оранжевого утра Ну, а скорректировать планы На сегодняшний день Как всегда, нам поможет Прогноз погоды И гороскоп Овны Остерегайтесь о промечивых поступках В первой половине дня Не стоит доверять всем сведениям Которые поступают к вам извне А вот вторая половина Принесет больше независимости И в мыслях, и в поступках Тельцы Желательно аккуратность При любых денежных расчетах Поменьше прислушивайтесь К советам друзей Знакомых и продавцов Близнецы Вы мечтаете о нескольких вариантах Одновременно Распыляя тем самым Свою энергию Да и задачу окружающим Вам угодить Это затрудняет Раки Чужие дела Сегодня могут интересовать Вас больше собственных Возможно, вы встретитесь С кем-то из старых знакомых Львы Пора немного развеяться И обменяться информацией С единомышленниками Стоит провести время На свежем воздухе Или на каком-нибудь Неофициальном мероприятии Девы Весь день вы будете испытывать Легкую растерянность Вам будет трудно Найти равновесие Между семьей и карьерой Долгом и привычкой Двумя симпатичными Вам людьми Или понравившимися вещами Совет звезд Не пытайтесь угодить всем Весы На предложение об учебе Или поездке за рубеж Не давайте поспешного ответа К счастью, вас не надо учить Искусству уклончивого Согласия Который не обижает собеседника Скорпионы Вопреки общей твердости убеждений Вы сегодня легко можете стать Игрушкой обстоятельств Или заложниками случайного Увлечения Особенно если находитесь В поисках разнообразия Стрельцы Пытаясь понравиться другим Вы изменяете себе Однако сегодня Сами обстоятельства Понуждают вас подстраиваться Под чужие вкусы и привычки Козироги Сегодня умение Оставаться в хороших отношениях Со всеми Неотъемлемая часть Ваших профессиональных обязанностей Не стремитесь заводить серьезные связи С коллегами и клиентами Водолеи Это прекрасное время для творчества Прогулок Сетевого общения Легкомысленных забав И мимолетных увлечений Не исключено, что подобный образ жизни Скажется на состоянии вашего кошелька Рыбы Для того, чтобы уладить противоречия В общении с домочадцами Вам предстоит задействовать Всю свою гибкость Изворотливость Дипломатичность Проницательность И чувство юмора Всем доброго утра О погоде расскажу вам я, Виктория Фудхудинова Владимирский хлебокомбинат Один из крупнейших производителей Хлебобулочной продукции В Центральном регионе Главным достоинством предприятия Является уникальное сочетание Традиций хлебопечения Высокого качества выпускаемой продукции И использование современных Инновационных технологий в производстве С самого утра на небе Не останется ни одного облака И до конца дня погода будет ясной Без осадков Температура воздуха днем От минус трех до одного градуса тепла Вечером прохладнее минус два Ветер юго-западный Два-три метра в секунду Атмосферное давление Семьсот шестьдесят четыре миллиметра Ртутного столба Влажность воздуха Семьсот процентов Ну что ж, зима еще не наступила Да и в следующем месяце По прогнозам синоптиков Погода не отличится по температуре от октября Зато осадков будет меньше Ну а вам я пожелаю хорошей погоды в душе И, конечно же, оранжевого утра Итак, дорогие друзья Сейчас я выиграл Юлию Кораблеву Мы продолжаем дальше Хотя мы только-только начинаем Конечно же, мы тоже такие же сонные Мы тоже такие же хотим поспать И так далее Мы разные Может быть, Володя и сонная А я вот, кстати, просыпаюсь Мне нравится просыпаться утром А еще больше мне нравится, знаешь, когда выходишь на улицу А там тишина Включился первый план А там тишина Вот, видишь, хорошо Так что мы приветствуем всех, кто проснулся вместе с нами Но, в частности, мы приветствуем человека, который уже набрал номер 366666 Алло, доброе утро Доброе утро Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Зинаида Зинаида? Да Зинаида Вот, Зинаида, в тупик вы нас поставили Когда мы слышим имена тех, кто дозвонился Мы все время находимся и поем какую-нибудь песню в тему А вот про Зину знаю песню из 90-х знаю Зинаида Да, именно она Да, Зинаида Нет, не Паина, Паина Зина, продавец из магазина Была такая песня? Была такая Была Зина, вы не продавец, случайно? Нет Нет? Я не продавец Какая вы хитрая, однако Зина, скажите, пожалуйста Вот я у всех спрашиваю Во сколько вы проснулись? Я проснулась без 106 Без 106 А, то есть уже давным-давно Я сказала бы целых 50 минут практически назад Да Представляешь, как 10 минут иногда играет какую важную роль И традиционно мы вам аплодируем за то, что вы дозвонились к нам в четвертые стали Ранней Пташка И вы получаете вкуснейшую пиццу от нашего вкусного спонсора Компании Империя Пиццы Удачи вам, приятного аппетита Кстати, вам огромное Можете даже пообедать этой пицей, но суп ешьте обязательно Хорошо И не забывайте смотреть «Оранжевое утро» Теперь вы наши хорошие знакомые Да Зинаида Хочу вам тоже Спасибо, Государь Спасибо Зинаида к нам впервые в жизни Мне кажется, за все эфиры «Оранжевое утро» Назвонилась девушка с именем Зинаида Вот, и это тоже можно отметить Правда, сегодня мы отмечаем другой праздник Скажу стихами, не побоюсь, да Звоните нам, звоните сами и сообщите всем друзьям Не все подарки разыграли, поэтому звоните нам Это реклама, друзья И я не побоюсь этого слова, потому что сегодня тема нашей программы «На правах рекламы» Ну и естественно, что поводом, поводом, конечно же, стал всемирный, я бы сказал, праздник Да, ну вообще он называется «День работников рекламы», который отмечается именно сегодня, прям день в день Мы актуальны, как всегда Ну и мы не просто актуальны, мы еще хотим поздравить всех сотрудниц рекламной службы 6-го канала с профессиональным праздником Надеемся, девочки, что вы уже проснулись и смотрите «Оранжевое утро» Хотим пожелать вам, чтобы этот день был наполнен приветливыми клиентами Оплаченными счетами, новыми долгосрочными контрактами В общем, продавайте нас, продавайте, да? И чтобы работа, я всегда это буду говорить, чтобы работа приносила вам и удовольствие, и хороший, стабильный доход С праздником! Девочки, мы вас любим Владимир Климов обещал вас дождаться и поцеловать Всех расцеловать, да Но давайте перейдем, Юлечка, уже к рекламе, я думаю, как раз таки Потому что наши спонсоры с помощью наших девушек из рекламной службы Представляют нам такие прекрасные подарки за победу в «Оранжевой викторине» Итак, сегодня в «Оранжевой викторине» Если вы победите, вы сможете получить подарки от рекламного Подожди, сначала вот так все начнем От рекламного агентства «Самолет» Кстати, всех сотрудников рекламного агентства мы тоже поздравляем с праздником Вот такие яркие призы Блокноты, ручки, кружки фирменные Рекламное агентство «Самолет» – наш сувенирный спонсор Готов сделать продукцию любой сложности абсолютно И еще, друзья, за победу в «Оранжевой викторине» В ответ на простейший вопрос Вы еще получаете еще одну пиццу от компании «Империя пиццы» «Империя пиццы» – это уютная обстановка, качественный сервис, а также японская и европейская кухня Ну, еще хотим порадовать тех, кто любит смеяться и вообще веселиться по жизни Потому что сегодня мы кому-то из вас вручим два билета на отличный полуфинал Лиги КВН «Владимирская Русь» 31 октября полуфинал состоится в ОДК в 18 часов начала И играть будут команды из Москвы, Ярославля, Костромы, Иванова, ну и Владимира, конечно же И Владимира, естественно, да Ну, а в чем же будет заключаться «Оранжевая викторина»? Итак, друзья, у нас мы решили немножечко, как бы, окунуться, наверное, в прошлое С помощью рекламы, потому что говорили, что в Советском Союзе рекламы не было Ну, по сравнению с сегодняшним днем, естественно И мы будем представлять вашему вниманию на экран плакаты Рекламные плакаты, агитационные плакаты, которые существовали в Советском Союзе И там будет закрыто слово именно то, что рекламируется в этом плакате И будет дано три варианта ответа, как всегда, традиционно И эти вы должны будете отгадать именно по смыслу И, кстати, подсказки прямо в плакатах Я вам сразу уже даю такую слабинку Ну, а чем знаменателен день сегодняшний, мы, конечно же, узнаем из рубрики «Календарь» 23 октября отмечается День работников рекламы Профессиональный праздник всех составителей рекламы, рекламодателей, маркетологов и пиарщиков России Этот праздник отмечается с 1994 года В античности политическая реклама по большей части представляла собой восхваляющие надписи Которые высекались на статуях правителей и полководцев И в Средневековье рекламная конкуренция проявлялась по преимуществу в устной форме Выкрики торговцев, призывы разносчиков и бродячих ремесленников Сегодняшняя реклама – сложная наука На продвижение товаров и услуг тратятся огромные суммы денег Но целью рекламы осталась та же – выделять товар среди конкурентов, раскручивать его и увеличивать продажи 199 лет назад, в этот день в Лондоне, хирург Джозеф Карпю провел первую в Европе пластическую операцию А вот основателем современной пластической хирургии считается итальянец Гаспар Тальякотци Правда, операции, подобные современным, выполняли еще за 600 лет до нашей эры Когда в Индии Сушата Самгита восстанавливал поврежденные носы Импульсом для быстрого прогресса, приведшего к развитию современной пластической хирургии Стала Первая мировая война Когда она началась, лишь немногие хирурги знали, как лечить огнестрельные раны лица Сложившаяся ситуация привела к возникновению специализированных хирургических центров 99 лет назад, 23 октября, открыто Щукинское театральное училище Это высшее театральное учебное заведение Российской Федерации При Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова Институт готовит специалистов по направлениям актер драматического театра и кино и режиссер театра Датой основания училища принято считать 23 октября 1914 года Потому что именно в этот день Евгений Вахтангов, молодой ученик Станиславского Провел первые занятия со студийцами, которые в ноябре 1914 года организовали любительскую театральную студию В училище преподавали такие знаменитые и выдающиеся педагоги, как Евгений Вахтангов, Юрий Катин-Ярцев, Владимир Гальперин, Вера Львова, Борис Бродский, Евгений Симонов и другие День ангела сегодня празднуют Андрей, Василий, Федор и Антон С нами, друзья, просыпаться ярче и веселее, потому что мы оранжевое утро И у нас еще есть оранжевая викторина, у нас оранжевое настроение, оранжевые ноги, ой, подождите, это оранжевые море, оранжевые руки, оранжевые губы, оранжевые уши Извините, пожалуйста, понесло, как говорит наш стилист Алина Киселева А у нас есть звонок, алло, 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 здравствуйте О, здравствуй, ой, какой приятный голос Где мужчины третий день подряд? Да, как вас зовут? Алло Алло, алло, мне зовут Юлия Юлия, очень приятно, Юлечка, вы не пропадаете Так, хорошо, Юлия Загадывай желание, и Владимир может загадывать желание, и Леонид, между двумя Юлями, да пусть у вас все исполнится, конечно А я все скажу точно, что-то, я думаю, что-то такое Юль, как настроение для начала? Настроение отличное Настроение отлично, очень хорошо Итак, вы готовы сыграть с нами в оранжевую викторину? Да, конечно, готова Готова Итак, сейчас внимание на экран На экране находится плакат, рекламирующий кое-что Мы сейчас вам даем три варианта ответа Что здесь рекламируется? Варенье, чай или посуда? Под названием «Доза» или «Роза»? Юль, не пропадайте, порассуждайте с нами вместе Ну, я думаю, может быть, это реклама какого-то, может быть, ну, кафе Еще раз, Юля, посмотрите на экран На экране есть три варианта ответа Один из них правильный, это тест Порассуждайте среди вариантов Да, среди вариантов Что здесь рекламируется? Варенье, чай или посуда? Юля Наверное, я думаю, посуда Посуда все-таки? А там, смотрите, внизу Ой, Володя, Володя Да, да, да Я еще раз говорил, кстати, что ответы есть прямо в плакатах Ну, либо варенье Либо-либо, либо-либо, давайте Амор-амор Давайте варенье Варенье, правильно, варенье «Роза» здесь рекламируется Ароматно, вкусно к чаю Варенье «Роза» кушайте всегда и будет вам розовая жизнь И будешь как мимоза Да, и будешь как мимоза Ну что, Юля, я думаю, что вы достойно заслужили, наверное, да? Спасибо вам Магнитный блокнот, чтобы вы не забывали, писались тебе здесь на холодильнике Включить телевизор 6.30 6.30 на раньшестом канале И вот такую ручку, которая у нас всегда находится в руках Пожалуйста, пользуйтесь Спасибо вам большое за отличное настроение и приятный голос Спасибо и вам, удачного дня До свидания До свидания Вот каким-то Юлем Володя делает комплименты А меня очень часто ругают за то, что я очень громко разговариваю Но, как говорится Твой поставленный голос Что одному? Мне очень нравится, Юля Нет, я просто к тому, что одному плохо Другому, как говорится, золотая жила Возможно, что по мне, именно по мне, друзья, плачет рекламная индустрия Но, правда, очень-очень ранняя Потому что Расадок, что ли? Да, потому что реклама, она происходит от латинского слова И в переводе означает «громко кричать» Поэтому, если вам нужно донести какую-то информацию Зовите Юлию Кораблеву, я все, собственно, сделаю Ну, вот я, наверное, угадал сразу Глаш, это бы реально из тебя получился очень хорошая Потому что, друзья, Юля действительно очень громогласно всегда говорит Это здесь, в эфире мы ее сдержим А так, о-хо-хо-хо-хо-хо Такие красивые ролики, которые снимаются специально для конкурсов рекламы Ну, все, надеюсь, что вы видели самые яркие примеры А я, мне кажется, вот придумала еще один вид Какой? Вид глашатой рекламы Глашатой рекламы? Ну, если можно, да Глашатой лицо всенародно объявляющей указы Юлия Кораблева Телефон такой Ну, самым ярким, да, примером глашатой рекламы Это, конечно же, мальчики, разносчики газет Помните, во всех фильмах, какого? Наверное, 18 века, да? Почему 19? Вечерние ведомости Сегодня там, я не знаю Сегодня пароход Сегодня скидки в магазине Адмирал Федорович Крузенштерн Скидки в магазине предоставляет прямо на борту Пожалуйста, покупайте Всего лишь 10 копеек А сейчас, знаешь, что вспомнила? Вспомнила курорты Краснодарского края Там тоже глашат рекламы Чучхела, кукуруза, рыба Ну, это же тоже, может, как реклама И сразу же начинаются прямые продажи Нет, там минералка, газ, вода Газ, вода Минералка, газ, вода Много в эфире этого слова сказать просто Ну что? От чучхелы, кукурузы От чучхелы, минералки, газ, воды Примикон к завтраку Который готовит для нас Юрий Ковальчук Участвуй в призовой игре Морской войн От магазинов сети Амби Квартал Потопи вражеские корабли И выиграй ценные призы Трем участникам, потопившим максимальное количество кораблей Супер призы ЖК телевизоры Доброе утро! Сегодня мы с вами приготовим не завтрак, а отличное, полезное, вкусное дополнение к нему Нам понадобится имбирь, лимон и немного мёда Имбирь мы почистим Избавим от лишней кожуры О пользе имбиря можно говорить бесконечно Имбирь, пожалуй, одно из самых известных восточных растений Корень которого обладает целебными свойствами Издревле люди использовали его для лечения разных недугов И для повышения иммунитета организма Итак, имбирь мы почистили Нарезаем мелкими брусочками Кстати, эту смесь, которую мы с вами сегодня приготовим Мы можем убрать в холодильник И она пролежит там 2-3 недели спокойно Кстати, сегодня мы традиционно готовим с вами на кухне Джулия Новорс Джулия Новорс – это кухня, как прекрасная женщина Её приятно смотреть, накормит, напоит Готовить на такой кухне одно удовольствие, поверьте мне, мужчины Лимон тоже режем маленькими кубиками Тимбирь с санскрита переводится как рогатый корень В нём содержится очень много тонизирующих, противовоспалительных веществ Итак, нам понадобится ещё немного мёда Который мы добавим в смесь Всё хорошенько перетираем Итак, наши ингредиенты мы смешали И получился такой отличный букет витаминов Мы сегодня сделаем лимонад А вы же можете использовать эту смесь для приготовления хорошего витаминного чая Итак, добавим немного воды Кто какую любит, мы добавляем газированную Можно добавить несколько кубиков льда А если готовить самим у вас нет времени Вы всегда можете купить готовые блюда в сети супермаркетов Амби и Квартал Тем более, что после 21 часа действует 30% скидка на все салаты и готовую кулинарию Я желаю вам приятного аппетита и хорошего дня Для приготовления имбирного лимонада вам потребуется Один корень имбиря Один лимон Столовая ложка мёда Минеральная вода Или чай на выбор Супермаркеты Амби Квартал Это более 500 наименований продуктов цеха собственного производства Ароматная выпечка, изысканные салаты, блюда японской кухни, итальянская пицца Для приготовления мясных блюд и полуфабрикатов мы используем только свежее мясо региональных производителей Это позволяет максимально сохранить полезные свойства продуктов и обеспечить высокое качество производства Амби. Качественно новый Про имбирный напиток Ведь каждое утро собираюсь сделать и начать именно с этого напитка свое утро А начинаешь с кофе А начинаю с кофе Спасибо Юрию Ковальчуку за то, что еще раз напомнил Как можно тепло и вкусно просыпаться Ну, продолжим дальше, я думаю Кто нас еще кормит, Володя? И нас кормит, я думал ты другой вопрос мне задашь сейчас Нас кормит, кстати, друзья, еще и Владимирский хлебокомбинат Продукция Владимирского хлебокомбината Это не только батон дачный и дарницкий хлеб Это еще и сушки, баранки, разнообразные булочки, слойки, плюшки, круассаны И много-много еще чего вкусного Владимирский хлебокомбинат Покупай Владимирское и начинай утро с этой прекрасной Субтитры создавал DimaTorzok Ты придерживаешься того мнения, что вот все-таки вот книги, которые вот листают, которые из магазина как-то особо пахнут, их не читают Нет, я уже давно не читаю бумажных книг, я уже читаю в электронном варианте практически все То есть ты бы рекламировал электронные книги? Да все, что, вообще, просто сам продается Все, что плохо лежит Все, что читается, все, что читается Кстати, напомним, телефон 366666 Если ты еще не знаешь, то узнаешь прямо здесь Бескладные звонки и смс-бонусы в МДС Эти слова поют в ответ Бескладные звонки и смс-бонусы в МДС Бескладные звонки и смс-бонусы в МДС Когда все ясно без слов Когда красота, яркое соло твоего стиля Краска для волос, Леди Стайл Вражная со скучей пшеницей и мандалей Дарит насыщенный оборот твоего голоса Леди Стайл Бескладные звонки и смс-бонусы в МДС Эта ночь не закончится Пока у тебя есть энергия Берн энергии твоей ночи на правах рекламы продолжаем дальше дорогие друзья говорить сегодня о рекламе и вообще встречать это прекрасное утро сегодня выхожу а мороз мороз все вы не все вы не посмотрите у нас минус 2 вот так вчера было минус 6 так что уже теплее ближе ближе а у нас есть звонок смельчак или смельчих смелая девушка по имени по имени она марина а марина марина такой шоколады марина зовется марина здесь есть вас марина марина иди играли на доброе утро вам марина доброе утро доброе утро если вы нас смотрите слушается через телевизор советуем вам этого не делать марин как настроение хорошее настроение так марина честно признайтесь вот лично вас реклама раздражает или вы к ней спокойно относитесь или даже любите иногда посмотреть спокойно привыкли уже нормально а уже привыкли свыкли с рекламы да ну хорошо давайте сейчас мы тогда с вами посмотрим рекламу итак внимание на экран играем в оранжевикторину конечно играем смотрите вот здесь вот на экране здесь как вам объяснить то это агитационный наверно плакат это написан дай и три варианта ответа производства качество или количество как вы думаете к чему этот плакат призывал марина дай да 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 я слушаю да 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 я смотрю ну а смотрите ну я смотрю я слушаю порассуждать можно с нами посмотрите да и вы даже можете подставлять слова и вот то что вам по покажется самым приемлемым вы выбираете как правильный ответ и так давайте попробуем дай производство дай качество дай количество и большой палец вверх друзья вот если к нам следующим дозвониться молодой человек или мужчина я тоже будут также подсказывать как володя да естественно как то он с вами дорогие дамы я люблю женщин подыгрывает он вам паре на и так ваши попробуй качество ну слава богу слава рекламному богу конечно качество должно должны мы все давать и тогда у нас будет все в этой жизни хорошо мы вас поздравляем марина и вручаем вам качественную кружку от компании самолет рекламное агентство сделай для вас продукцию любой сложности но а для вас марина специально изготовили вот эту кружку да вы можете из нее пить и вспоминать как позвонили в оранжевое утро марин спасибо вам и знаете что я вам рекламирую хорошую жизнь живите хорошо и будет все отлично качественного во всех отношениях дня ну что продолжим дальше я думаю что я не подсказываю честно я не подсказывал просто я прокомментировал весь плакат который был нарисован на экране это было знаешь вот можно просто плакатом рекламу показать а у володи был еще видеоролик пум 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 да продолжим дальше юлия говорить о рекламе кстати сейчас можно вот ты спросила марину о том что раздражает рекламу или нет или вообще как себя раздражает меня наверное качественно рекламу не нравится хотя многие говорят не надо смотреть рекламу там и так далее но у каждого здесь есть а мне нравятся ролики где знаешь есть интрига так ты думаешь так а что же рекламирует ну вот как в нашей оранжевой викторине например да хочется досмотреть до конца ну или где красивая картинка вот прошла красивая картинка да но вчера я одну презентацию смотрел там очень красиво рекламные ролики были так вот сейчас мы хотим друзья успокоить всех тех кто думает что реклама это при изобретении современности только мы подвержены тому что везде и всюду реклама реклама нет друзья еще в древнем риме была реклама потому что куда уже много-много были было найдено артефактов например римские рекламы была такая чтобы вызывали на бои гладиаторов в колизе и извините в помпеи где там все застыло там очень много было рекламы помпеи кстати появилась и первая политическая реклама там вот вот сейчас а это кстати реклама возможно вот это наскальные рисунки до первые первые рекламные акции скажем так глинина раньше на глинах тоже какие-то рисунки находили и вот они могли свидетельствовать о том что вы где-то в определенное время состоится то или иное мероприятие вот а политическая реклама вот помпеи да мы заговорили там прямо ходили люди и призывали голосовать за своего кандидата так что политическая реклама это и кто это делал юля твои коллеги глашатые это делали ну ты знаешь сейчас рекламная индустрия она вообще далеко вперед ушла и кстати если раньше достаточно было нанять человека который все о тебе расскажет или о твоем товаре да то сейчас снимаются рекламные ролики бюджеты которых мы просто сумма больше чем кинофильм зашкаливаю сравнимые с бюджетами блокбастеров об этом мы кстати друзья поговорим чуть позже сейчас следующий наш рубрик который называется бренд 33 кстати она заинтересует и холостяка и лентяя и человека занятого очень занятого человека так что если вы причисляете к себе себя к одной из этих категорий смотрите внимательно доброе утро владимир замечали вы насколько быстрому темпу жизни нам сегодня приходится подчиняться и иногда в нашем расписании не хватает времени даже поесть не то что стоять у плиты и готовить обед и ужин и тогда многим на помощь приходит готовая еда приобретенной в магазинах мифов о том что это не невкусно дорого и не полезно существует огромное количество что же сегодня вместе с сетью супермаркетов квартал будем эти мифы разрушать супермаркеты амби квартал успешно развивающаяся сеть в городе владимире и владимирской области сегодня в ее составе 19 магазинов и это гастрономы широким выбором товаров услуг а также деликатесов со всего мира к тому же здесь можно найти не только продукты но и вкусные блюда готовые салаты и полуфабрикаты снимают с нас многие повседневные обязанности не говоря о решении проблемы праздничного стола мы готовим полуфабрикаты мы делаем арабшексы биштексы глупцы ежики рулетики сырные рулетики и ску пользуются успехом салата как сель под шубой салат столичный салат оливье выглядит празднично очень вкусно для того чтобы создать свое кулинарное производство супермаркету необходимо иметь в распоряжении помещение соответствующие санитарным нормам технологическое оборудование и инвентарь кроме того для производства качественных изделий необходимы хорошие и опытные повара и технологи все это в супермаркете квартал есть и так нина ивановна я так понимаю что цех прямо находится в магазине же самое главное пойдемте это у нас мясной цех который занимается приготовлением полуфабрикатов здесь происходит обвалка мяса готовится отбивные розы готовится люля кебаб вся продукция из мяса так дальше что у вас тут есть дальше у нас все конечно большой здесь котлеты по киевски а голубцы овощные и голубцы с мясом пойдемте дальше здесь у нас всех готовы продукции сейчас настоящее время готовится куриное филе с ананасами так я вижу здесь у вас и хлеба булочная тоже есть дальше мы делаем пирожки пирожки кульбяки шанишки вообще существует такой миф да что вот готовая продукция в магазинах она не вкусно и не полезно что она сделана не из тех продуктов из которых мы бы ее приготовили дома нет мы берем мясо производителей и потом еще у нас же проход лабораторные исследования которые проходят два раза в неделю а значит их проверяет гостехнодзор есть технолог есть за производство проверяем цвет запах вкус то есть за качество того что на прилавки впадает выручает у нас всегда высокая качество продукции кулинарном ассортименте магазинов квартал огромное количество наименований мясных полуфабрикатов блюд горячего стола кондитерских изделий и заправленных салатов большим успехом также пользуются выпечкой торты часто на блюда предлагаемые кулинарии супермаркета можно оформить заказ а еще каждый день после 21 00 вы сможете приобрести свои любимые блюда с 30 процентной скидкой конечно у любой уважающей себя домохозяйки есть свой супер рецепт и котлет и пирогов и салатов и конечно же дома это все кушать намного приятнее и вкуснее но иногда так хочется потратить это время просто на себя и купить всю готовую еду в магазине ну что ж мы именно так сегодня сделали вам же мы желаем приятного аппетита и удачного дня по достоинству оценить весь ассортимент готовой продукции вы можете ежедневно в супермаркетах амби и квартал друзья надеемся что на вашем телевизоре есть авто включение ну так наверное называется эта функция и первыми кого вы видите когда просыпаетесь это владимир климов и юлия кораблёва изобретатель функции авто включения на телевизоре да но это когда ставишь будильник на телевизоре и в 6 утра он сразу включение вообще у нас авто включился сейчас в наш эфир человек который решил сыграть там в оранжевикторину алло доброе утро а вот здравствуйте доброе утро как вас зовут надежда надежда ну что споем надежда я беру на себя роль задавательницы вопросов да вы наверное слышали как я тут на володе немножечко наезжала поэтому вам то наверное будет сложнее чем предыдущему участницам я и сказал говорю юля ну давай теперь ты вопрос сейчас посмотрим надежда но вы не переживайте если володя подсказывает словесно я буду вам подмигивать и так внимание на экран сейчас там появится рекламный река рекламный плакат одно слово в нем замазано замазано кажется все люди которые этим занимаются как ну да за блюрина и тогда надежда не поймет хорошо вот надя вот как вы думаете к чему этот плакат призывает иди товарищ к нам и три варианта ответа на завод в колхоз или в союз колхоз вы что сами рисовали этот плакат а я смотрю там руль нарисовывает наверное компаньон правильно умница надежда железная логика даже видишь когда людям не подсказываешь они сами развивают мысли приходят к верному ответу надежда вы молодец мы вам вручаем вкусную пиццу от нашего вкусного спонсора компании империи пицца ура ура тихонечко надежда вы молодец спасибо вам большое потом можете кстати написать нам вконтакте как пицца вкусная была кстати вконтакте группы шестого канала друзья оставляйте свои комментарии если вам есть что сказать ведущим и не только да пожалуйста надежда спасибо вам большой удачного дня всем родным близким от нас огромный привет спасибо взаимно надеюсь что надежда пиццей поделится да империя пиццы это наш вкусный спонсор 3 700 60 пицца в офис и домой ну а мы кстати обещали вам рассказать о рекламе бюджеты которых зашкаливают суммы да и вот самый дорогой рекламой в мире считается реклама не подумайте что это на правах сейчас рекламы реклама аромата шанель номер пять в котором участвовала николь кидман так вот друзья это самый дорогой за всю историю рекламной индустрии ролик стоимость одной минуты этого ролика прислушайте 11 миллионов долларов всего ролик длится четыре минуты итогов бюджет составляет 44 миллиона до а теперь информация которая тебя заинтересует сама николь кидман получила самый большой гонорар за участие в рекламе ее минута стоила 1 миллион долларов то есть за весь ролик она получила 4 миллиона долларов ну я по своим гонораром чуть-чуть до него не дотягиваю чуть-чуть прям а я думаю что мне надо позвонить своему агенту пару сотен тысяч друзья вот на съемке авто одного из брендов автомобилей автомобиля ну ладно назовем до honda было сделано 606 дублей слава богу слава рекламному богу что там не было задействовано актера просто съемочной группе надо отдать должность за терпение потому что 606 лёня ты бы смог 606 дублей снять ой ты знаешь а я кстати читала еще один факт снималась какая-то реклама и там была задействована актриса ну да и было одна тысяча по моему дублей происходило так вот уже на последних дублях актриса когда должна была говорить рекламный текст она уже даже забывала что она рекламирует вот это самое веселое кстати для производства ролика который рекламирует тоже один известный напиток да было использовано 10 тысяч костей домино 10 тысяч книг 400 покрышек 74 зеркала 50 холодильников и 5 автомобилей вы представляете сколько нужно было вот нагнать не только народа но и техники да но знаете друзья вообще когда мы тоже снимаем какие-то ролики у нас тоже происходит очень много интересных казусов и там нам нужно пенопласт какой-то достать или же купить попкорн который потом это попкорн надо есть и есть и есть извиня помнишь была интересная штука когда нам дали прямоугольную досочку и сказали представьте что это шар мы должны были его крутить играть с ним и так далее поэтому друзья съемочный процесс очень интересен и кстати для съемки следующей рубрики понадобилось не так слава богу много дублей но там актуальная тема актуальность человек который в этом деле разбирается а можно эту рубрику прорекламировать я же глашатой сегодня друзья зима не за горами покупайте шапки с нами здравствуйте с вами алина кислева и проект красивым быть не запретишь головные уборы уже давно стали самостоятельной частью гардероба помимо этого они защищают нас от холодов и делают образ законченным в наступившем сезоне самыми актуальными стали вязаные головные уборы различных форм и расцветок сегодня большинство дизайнеров внедрили в свои коллекции шапки в стиле спортивного шика и гранжа те же кто предпочитает классику могут остановить свой выбор на беретах мягкие головные уборы виде беретов в этом сезоне являются одним из главных трендов и так береты отличный вариант может быть они не спасут вас холодной зимой зато они станут отличным дополнением любого образа маленькие аккуратные они отлично сочетаются с классическими фасонами пальто и курток модным и актуальным трендом стал в этом сезоне набор жаккардовым рисунком такую шапку носит с объемной курткой пуховиком дубленкой свитер со скандинавским орнаментом будет отлично дополнять такой комплект еще один вариант анималистический стиль шапок такие модели шапок отражают образы симпатичных масок животных зайцев кошек медведей и панд еще дополнит мой рейтинг шапки с крупными косами или помпонами и снуды снуд представляет собой вязаную трубу которую можно носить на голове на шее и груди уверена что среди такого разнообразия вы сможете выбрать себе понравившуюся модель а может быть даже и не одну ведь много шапок не бывает будьте красивыми хорошего дня до встречи дорогие друзья давай тогда еще раз делаем вот это три четыре и просыпайтесь с нами на рэн шестом канале до маленькой зарядка глашатая юля да кстати мы зарядку с тобой мы писали мы писали наши пальчики устали мы болтали мы болтали я сломал ручку даже ручку слова слова ну давайте продумать дальше у нас потому что сейчас есть звонок я думаю необходимо нам сыграть в оранжевые викторины алло доброе утро здравствуйте чуть погромче пожалуйста как вас зовут ирина ирина очень приятная ирина кстати вот тут заметить что слово иринку у нас в оранжевые викторины всегда популярны потому что оранжевая викторина ирины притягивается все придумают и так ирин вы правила знаете уже да то есть объяснять вам не надо сейчас внимание на экран пожалуйста рекламный платок плакат советского союза вот и так ирин здесь рекламируется сразу вам подскажу рекламируется журнал но здесь есть три варианта ответа специально для вас и так что я читаю огонек фитиль или крокодил я подсказки тут на самом деле не вижу подсказка очень явно здесь а вы не имеете подсказки вы не видите экран до экран я вижу вот и смотрите сбоку от плаката написано три варианта ответа огонек фитиль крокодил вот как вы думаете крокодил тоже не похож на крокодил то нет здесь не нету то что это журнал сам нарисован это просто агит такой агитка это реклама такой довольный упитный мужчина как вы думаете какой журнал он всегда читает у меня почему-то огонек это более серьезный серьезно так дальше правильно идете так крокодил он смешной вот скорее всего все-таки фитиль но я ну что вы делаете крокодил ну что мы делаем мы меняем вариант ответа окончательный вариант для юли это 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 подумаем что это ну ладно давайте остановимся на крокодиле и вы абсолютно правы потому что фитиль это телевизионный журнал мы вас поздравляем и кстати наш подарок связан с крокодилом вы получаете два билета на отличный полуфинал который пройдет 31 октября воды к начнется он 18 00 и там сразятся команды к веновской лиги владимирская русь еще один веселый вечер вам обеспечен да ирина скажите пожалуйста из какого города вы нам звоните из ой лакинской дорогу вас там построили как хорошо сейчас ездит то по не стало и завод открыли вновь да 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 спасибо вам большое всему лакинску огромный привет спасибо большое ирина до свидания и ждем вас 31 октября во владимире да как вы не точно ну что продолжим дальше я думаю дали ты знаешь и хочется вспомнить и из то как развивался реклама в нашей стране да но все прекрасно я думаю помнят 90 и когда реклама заполонила и мягкий как а я всегда вспоминаю почему такая квадратная голова люблю телевизор много суда люблю телевизор смотреть или еще самый популяр банк империал какие были ролики были ролики это были фильмы или до первой звезды нельзя было не знаю как то сейчас по-другому все но тогда мы смотрели рекламу как в кино да то есть мы прием знаете так саде никто же не уходил извините на кухню сделать бутерброд или еще куда-то да все смотрели рекламу но а какая реклама была в советском союзе давайте узнаем прямо сейчас из нашего сюжета на правах реклама если кто-то считает что в ссср рекламы не было он глубоко заблуждается конечно же большую ее часть в советском союзе составляла пропаганда но даже несмотря на огромную политизированность коммерческая реклама имела место на начальных этапах становления рекламного дела это была только печатная реклама конкретных видов товаров с разнообразными слоганами который кстати писал даже маяковский экономический подъем и повышение спроса на товары в стране в 60-е годы дает толчок для создания первых рекламных агентств и организаций таких как внешторг реклама союз торг реклама рекламных служб при министерстве культуры и аэрофлоте лунная помада сделает вас еще привлекательнее если среди множества оттенков вы найдете тот который вам к лицу целебный приятно освежающий напиток байкал попробуйте 70 появляются первые специализированные журналы панорамы коммерческий вестник что касается телевизионной рекламы то первые обуминаемые специалистами рекламы в кино который показывали отечественному зрителю вместо киножурнала перед фильмом появилась в 72-м году в ленинграде на киностудии документальных фильмов это был рекламный ролик шоколад по сценарию никита михалкова популярным рекламным ходом в советском союзе было участие в рекламе известных артистов например михаила боярского олега басилашвили владимир высоцкого и других вы мечтаете красиво и современно обставить квартиру в магазинах торгующих мебелью по образцам вы наверняка найдете то что соответствует вашему вкусу а вот начало перестройки в середине 80-х ознаменовало появление в средствах массовой информации рекламы западного образца это было серьезное испытание общественного мнения непривыкшего к подобной массовой информационной культуре первый канал впервые начал передавать рекламу в 1988 году вспомним самые яркие ролики магнитофон спутник 403 донесет до вас тончайшие оттенки человеческого голоса спутник 403 новый кассетный магнитофон целый зоопарк помещается в ящике для игрушек если эти игрушки из полихлор виниловой пленки в дороге и дома идеальную чистоту бритья гарантируют электробритвы с товарным знаком эхо портативный телевизор юность 402 с успехом может стать вторым телевизором в доме электробаян топаз вмещает в себя голоса многих электромузыкальных инструментов граждане храните деньги в сберегательной кассе если конечно они у вас есть на правах рекламы полицейский мундир стал тесен полиция областного центра потеряла главного полицейского зато суздаль приобрел сити менеджера путь к этой должности пролегал через два фильтра сначала кандидатуру разово одобрила конкурсная комиссия во главе с вице губернатором гусиум а накануне ее поддержали депутаты судорского горсовета бывший главный полицейский областного центра говорит что суздаль любит также как владимир поэтому когда был объявлен конкурс на должность решил участвовать сначала соперников было трое но двое потом взяли самоотвод третьего на собеседовании обошел по баллам и вот он перед депутатами они спрашивают его про команду разов обещает что по знакомству в нее никто не попадет но я считаю команда должна быть профессионалов а не какой-то личной приемности и на прежних местах службы этому принципу действовал не по дружбе а по службе накануне губернатор 33 региона познакомилась с достижениями лесохозяйственной промышленности на примере одного из кольчугинских предприятий темпы строительства жилья в области светлана орлову не устраивают а с многодетными семьями вообще беда малообеспеченным паром имеющим трех или более детей по закону полагается земельный участок 200 кубов леса вот только из более полутысячи нуждающихся льготой смогли воспользоваться лишь около ста семей по ходу знакомства представители власти с достижениями местной лесхозпромышленности зародилась идея создать на территории кольчугинского района экспериментальную площадку на ней построят около 30 деревянных домов производимых на фабрике на это и пойдут те средства которые многодетные семьи не смогли использовать ведь дома по такой цене они смогут себе позволить а все потому что здесь научились грамотно использовать лесные ресурсы говорят представители рослесхоза ни один обрезок доски не летит в отходы оставшиеся части собирают и используют при производстве менее требовательных качеству деревянных полотен у нас леса мало центральной европейской части и здесь полезный выход является основой для нас это в принципе хороший пример и это хороший пример для всех регионов центральной педагоги для россии я так скажу двое несовершеннолетних жителей города владимира подозреваются в незаконном обороте наркотиков приобретенных через интернет схема проста молодые люди связывали с неизвестными в интернете а потом забирали спайс в условленном месте один обнаружил свой заказ в кустах около остановки общественного транспорта второй под листом железа окна жилого дома сейчас следователи пытаются узнать каналы поставки наркотиков к слову это уже не первый случай когда подростки пользуются услугами онлайн дилеров и здравствуй город владимир просыпайтесь друзья с нами но надеюсь что сейчас вы уже в полном составе сидите перед экранами телевизоров и смотрите оранжевое утро в студии владимир климов и юлия кораблёва доброе утро старая столица дорогие друзья сегодня мы с вами отмечаем день работников рекламы кстати и всех рекламных агентств рекламных служб и так далее и поздравляем нашу рекламную службу шестого канала дорогие девочки спасибо вам большое за то что вы есть да и в первую очередь помните о том что вы красивые ну а мы будем вам всячески помогать ой мне кажется сейчас на что-то напросилась да воздушный поцелуй от владимира климова это бонус к нашему поздравлению ну а еще у нас друзья есть оранжи викторина уже закончилась у нас есть теперь рэн викторина вы позвонив нам по телефону 36 66 66 можете выиграть отличную жилетку телеканала рэн она белого цвета теплая и называют душегречка мы ее обязательно покажем но чтобы соблюсти маленькую интригу вы сначала звоните и правильно отвечать на вопрос но мы вас не обманываем друзья кстати не обманывают и наши рубрики календарь и прогноз погоды давайте узнаем что нас ждет 23 октября отмечается день работников рекламы профессиональный праздник всех составителей рекламы рекламодателей маркетологов и пиарщиков россии этот праздник отмечается с 1994 года в античности политическая реклама по большей части представляла собой восхваляющие надписи которые высекались на статуях правителей и полководцев и средневековье рекламная конкуренция проявлялась по преимуществу в устной форме выкрики торговцев призывы разносчиков и бродячих ремесленников сегодняшняя реклама сложная наука на продвижение товаров и услуг тратится огромной суммы денег но целью рекламы осталось та же выделять товар среди конкурентов раскручивать его и увеличивать продажи 199 лет назад в этот день в лондоне хирург джозеф карпиу провел первую в европе пластическую операцию а вот основателем современной пластической хирургии считается итальянец гаспар тальяк отцы правда операции подобные современным выполняли еще за 600 лет до нашей эры когда в индии сушата сам гита восстанавливал поврежденные носы импульсом для быстрого прогресса приведшего к развитию современной пластической хирургии стала первая мировая война когда она началась лишь немногие хирурги знали как лечить огнестрельные раны лица сложившаяся ситуация привела к возникновению специализированных хирургических центров 99 лет назад 23 октября открыто щукинское театральное училище это высшее театральное учебное заведение российской федерации при государственном академическом театре имени евгения вахтангова институт готовит специалистов по направлениям актер драматического театра и кино и режиссер театра даты основания училище принято считать 23 октября 1914 года потому что именно в этот день евгений вахтангов молодой ученик станиславского провел первые занятия со студийцами которые в ноябре 14 года организовали любительскую театральную студию училище преподавали такие знаменитые выдающиеся педагоги как евгений вахтангов юрий катин ярцев владимир гальперин вера львова борис бродский евгений симонов и другие день ангела сегодня празднуют андрей василий фёдор и антон всем доброго утра о погоде расскажу вам я виктория футхудинова владимирский хлебокомбинат один из крупнейших производителей хлебобулочной продукции в центральном регионе главным достоинством предприятия является уникальное сочетание традиций хлебопечения высокого качества выпускаемой продукции использование современных инновационных технологий в производстве самого утра на небе не останется ни одного облака и до конца дня погода будет ясной без осадков температура воздуха днем от минус 3 до 1 градуса тепла вечером прохладнее минус 2 ветер юго-западный 2-3 метра в секунду атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба влажность воздуха 60 процентов ну что ж зима еще не наступила да и в следующем месяце по прогнозам синоптиков погода не отличится по температуре от октября зато осадков будет меньше ну а вам я пожелаю хорошей погоды в душе и конечно же оранжевого утра на правах реклама интересно кто это говорит всегда на правах рекламы ой интересно кого там показывают заставка да каждый раз дорогие друзья мы вам еще раз хотим сказать оранжевый да что ж такое то оранжевый викторина рэн у нас началась пожалуйста звоните по телефону 36 66 66 и выигрывайте отличную жилетку она уже вот здесь у меня лежит и давайте посмотрим что же сегодня ждет нас на телеканале ран гера второго сезона сегодня в 19 30 на ран тв кстати сегодня мы так тема нашей называется на правах реклама да и хочется рассказать несколько интересных фактов дело в том что существует своеобразная книга рекордов рекламы и вот самые яркие факты оттуда самой большой в мире летающей рекламой является реклама новой зеландии точнее есть такой фильм трилогия властелин колец действие происходит в новой зеландии это нет съемки происходят съемки до 10 это происходит из них среди земли действительно съемки происходили в новой зеландии кто там побывал однажды говорят что действительно сказочная страна поэтому государство решила эту тему продвинуть и теперь самолеты которые летают в новую зеландию на самолетах наклеен большой рекламный проспект с видами новой зеландии ну вот и с кадрами из фильма властелин колец то есть это считается самая большая летающие ну скажем так афиши или реклама кстати не помню насколько там по квадратным метрам но вы сами представляете самолет и афиш а я все про наше отечество дорогие друзья 1990 году вышел самый самый большой тираж газета комсомольская правда 22 миллиона экземпляров до сих пор этот рекорд рекорд не побит ни одним печатным изданием 22 миллиона 22 миллиона в 90 году зовет union forever но тогда тему россии и совет юнион про продал продолжу да кстати самый большой видеоэкран тоже был установлен в россии точнее в москве на арбате 7600 квадратных метров он занимал в 2008 году это случилось так что мы в книге рекордов рекламы тоже значит вообще и кстати на всех конкурсах побеждает российская реклама на всех конкурсах реклама естественно видео реклама российская побеждает везде есть еще таланты на нашей земле да и кстати таланты есть у нас когда снимают завтраки потому что так прорекламировать еду по моему никто не может как оранжевую ну просто нужно уметь это делать юрий ковальчук справился с заданием участвуй в призовой игре москву от магазинов сети амбии квартал потопи вражеские корабли и выиграй ценные призы трем участникам потопившим максимальное количество кораблей супер призы жека телевизоры доброе утро сегодня мы с вами приготовим не завтрак отличное полезное вкусное дополнение к нему нам понадобится имбирь лимон и немного меда имбирь мы почистим избавим от лишней кожуры о пользе имбиря можно говорить бесконечно имбирь пожалуй одно из самых известных восточных растений корень которого обладает целебными свойствами издревле люди использовали его для лечения разных недугов для повышения иммунитета организма и так имбирь мы почистили нарезаем мелкими брусочками кстати эту смесь которую мы с вами сегодня приготовим мы можем убрать в холодильник и она пролежит там две-три недели спокойно кстати сегодня мы традиционно готовим с вами на кухне джулина варс джулина варс это кухня как прекрасная женщина мне приятно смотреть на корме на поэт готовить на такой кухне одно удовольствие поверьте мне мужчины лимон тоже режем маленькими кубиками тимбирь с санскрита переводится как рогатый корень в нем содержится очень много тонизирующих противовоспалительных веществ итак нам понадобится еще немного меда который мы добавим в смесь все хорошенько перетираем итак наши ингредиенты мы смешали и получился такой отличный букет витаминов мы сегодня сделаем лимонад а вы же можете использовать эту смесь для приготовления хорошего витаминного чая итак добавим немного воды кто какую любит мы добавляем газированную можно добавить несколько кубиков льда а если готовить самим у вас нет времени вы всегда можете купить готовые блюда в сети супермаркетов амби и квартал тем более что после 21 часа действует 30 процентная скидка на все салаты и готовую кулинарию я желаю вам приятного аппетита и хорошего дня для приготовления имбирного лимонада вам потребуется один корень имбиря один лимон столовая ложка меда минеральная вода или чай на выбор супермаркет и амби квартал это более 500 наименований продуктов цеха собственного производства ароматная выпечка изысканные салаты блюда японской кухни итальянская пицца для приготовления мясных блюд и полуфабрикатов мы используем только свежее мясо региональных производителей это позволяет максимально сохранить полезные свойства продуктов и обеспечить высокое качество производства амби качественно новой ну что друзья от пищи насущной переходим к пище духовной мы не могли пройти мимо такого интересного события завтра в суздале стартует международный фото фестиваль именно в связи с этим у нас сегодня в гостях два очаровательных человек но девушка очаровательный да а вот молодому человеку тоже сделаю комплимент тем более что зовут его очень интересно рагнер и так у нас в гостях сегодня рагнер загриднюк руководитель отдела развития гостиничного комплекса пушкарская слобода и дарья кожевникова член оргкомитета международного фотофестиваля здравствуйте ну что вопросов будет много поэтому готовьтесь да ибо хочется не только мне но и нашим телезрителям тоже узнать как спланировать свои ближайшие дни скажите пожалуйста вот как и вообще когда пришла идея организации такого мероприятия нельзя сказать что идея вот в один момент пришла потому сегодня пришла до сегодня давали потому что на улице суздале мы постоянно видим людей которые фотографируют которые фотографируют на небольшие фотоаппараты на огромные профессиональные камеры в городе действительно есть что фотографировать и поэтому давно думали о том что было бы замечательно организовать какое-то вот объединяющее событие чтобы люди могли показать свои работы пообщаться поучиться чему-то поэтому возникла идея организации фотофестиваля мы моментально нашли единомышленников лице давлится такого союза фотохудожников россии с его руководителем андрей ивановичем баскаковым и они подсказали нам что в европе давно проводятся такие фотофестивали в малых городах то есть они они регулярно в них участвуют это во франции в литве в россии такие события в основном в столицах проходит москва больше половины но мы всегда называли владимира и суздаль можно назвать древней столицы так что мы тоже себя к столице можем при причисли поэтому мы решили что замечательно будет провести такой фотофестиваль в небольшом древнем русском городе суздале и тем более пейзажи там просто впечатляют поэтому я думаю что в рамках фотофестиваля еще родится очень много работы у участников да в суздале а вообще что будет на мероприятии но вообще на мероприятии будет самая большая часть это образовательная часть пройдут мастер-классы лекции от именитых фотохудожников то и причем это не просто профессионала это профессионал скажем так высшей степени это прям звезды фотографии мастер-классы могут принять участие все да абсолютно все желающие могут принять участие мастер-классах есть подробная программа по дням она на официальном сайте фотофестиваль а каждый может выбрать понравившийся день тема фотографии и принять участие выбор тем достаточно широкий от пейзажа портрета ню до какого-то конспектуальной фотографии и так далее так мастер-классы будут еще что члены союза фотохудожников россии и также зарубежные спикеры мировые фотографы проведут портфолио review то есть любой фотохудожник владимирской области и других городов кто к нам придет может принести свои работы и получить профессиональное мнение об этих работах возможным и укажут на ошибки или даже может быть наоборот его работа заметит и у него будет карьерный рост а в рамках фотофестиваля будет какой-то конкурс проводится да у нас ведь кто-то уже приехал с готовыми работами да не просто показать у нас проводился уже конкурс он называется рус фото арт его проводил союз фотохудожников россии на своем официальном сайте а там приняло участие более 500 человек и было отправлено более трех с половиной тысяч работ работы все очень интересные можно и посмотреть кстати можно да и посмотреть сейчас на экране но самые яркие на мой конечно вкус я прошу прощения у других фотохудожников да но просто там столько работы если я не ошибаюсь более трех тысяч да на сайте как из этого количества можно выбрать лучших я не представляю кстати лучшие уже определены да да у нас международное жюри предварительно определила лауреатов то есть те люди которые займут первое второе третье места но окончательно итоги конкурса будут подведены в создали во время во время работы фотофестиваля то есть будет работать это жюри и окончательно распределить первое второе третье место кроме этого жюри подарки будут обязательно да подарки призы кроме этого жюри выбрала участников итоговой фото выставки она будет организована также в рамках фотофестиваля там более двухсот работ будет представлена все жители владимира там ближайших городов гости которые приехали из других регионов кстати говоря очень много гостей из других регионов приехал на фотофестиваль приедет из дальних уголков или всего да ну вот на память сейчас точно есть из краснодара есть из москвы и санкт-петербурга ну то есть география обширная и вот эту выставку ее смогут посетить также владимирцы посмотреть но а помимо вот профессионалов которые будут работать проводить мастер-классы и еще какие-то гости на фестивале ожидаются да у нас фотофестиваль рассчитан абсолютно на различную аудиторию от совсем фотолюбителей которым будет интересно посмотреть к чему стремится вот эта выставка и и кстати посещение абсолютно бесплатно для любых желающих как и многих событий фотофестиваля значит также есть программа по уровням сложности профессионализма уже для тех кто чему-то научился для тех кто хочет просто услышать авторитетных коллег которые поделятся своим мнением поэтому на самую обширную аудиторию рассчитаны ну а теперь вот вы очень хорошую тему то затронули что попасть абсолютно бесплатно да вы сказали что и мастер-класс может абсолютно каждый вообще каким образом попасть на фестиваль то есть нужно просто я не знаю завтра сколько дней пройдет фестиваль стиваль будет проходить четверга по воскресенье долг то есть выходные тоже задействовала конечно что делось и свои выходные друзья так я обычный человек который либо когда-то фотографировала либо сейчас увлеклась фотографии приезжаю в эти дни в судаль и попадая на фотофестиваль все так просто или надо акредитацию проходить нет все очень просто если вы хотите просто посетить фестиваль насладиться так сказать фестивальной атмосферы вам остается только выбрать день время как вам удобно и приехать собственно в суздаль будет проходить это все на территории бтк турцентр и ну собственно вход для вас будет свободный и бесплатный а тем кто хочет участвовать в мастер-классах им конечно же необходимо зарегистрироваться заранее это можно сделать на сайте друзья вся полная информация на сайте вам огромные ребят спасибо за то что рассказали чем можно заняться выходные я уверена что это станет доброй традицией и в суздале еще много интересных фотофестивалей пройдет надеюсь спасибо вам огромное у нас сегодня в гостях были рагнар загриднюк руководитель отдела развития гостиничного комплекса пушкарская слобода и дарья кожевникова член комитета международного фотофестиваля и так напомним выходные вас ждет суздаль ну а мы с вами увидимся через несколько минут а вам огромное спасибо спасибо вам до свидания здравствуй утра на правах реклама здравствуй геннадий что работаешь как конь защита организма под угрозой продолжай пить октябрь укрепишь организм будешь мне пора октябрь помощь защите организма в поисках ледяной свежести на правах реклама что можно сделать да вот даже со старыми фильмами как их можно переделать на новый лад и получается отличная реклама на правах рекламы так звучит тема сегодняшней передачи поздравляем все агентства дорогие друзья рекламные службы и те кто занимается продвижением чего-либо воздуха товара и не знаю себя и так далее и всех креативных людей которые придумывают рекламные слоганы кстати вот эти люди наверняка очень занятые по жизни то есть им приходится постоянно сосредоточиваться да надо и на бы ты на другие какие-то вещи отвлекаться нет времени нет времени абсолютно так что друзья следующая рубрика сейчас специально для занятых людей смотрим внимательно доброе утро владимир замечали вы насколько быстрому темпу жизни нам сегодня приходится подчиняться иногда в нашем расписании не хватает времени даже поесть не то что стоять у плиты и готовить обед и ужин и тогда многим на помощь приходит готовая еда приобретенная в магазинах мифов о том что это не вкусно дорого и не полезно существует огромное количество что же сегодня вместе с сетью супермаркетов квартал будем эти мифы разрушать супермаркеты амби квартал успешно развивающаяся сеть в городе владимире и владимирской области сегодня в ее составе 19 магазинов и это гастрономы широким выбором товаров услуг а также деликатесов со всего мира к тому же здесь можно найти не только продукты но и вкусные блюда готовые салаты и полуфабрикаты снимают с нас многие повседневные обязанности не говоря о решении проблемы праздничного стола мы готовим полуфабрикаты мы делаем арабж текса биш текса глупцы ежики рулетики сына рулетики из кур пользуются успехом салата как сель под шубы салат столичный салат оливье выглядит праздничный очень вкусно для того чтобы создать свое кулинарное производство супермаркету необходимо иметь в распоряжении помещение соответствующие санитарным нормам технологическое оборудование и инвентарь кроме того для производства качественных изделий необходимы хорошие и опытные повара и технологи все это в супермаркете квартал есть итак не на ивана я так понимаю что цех прямо находится в магазине самое главное пойдемте это у нас не злой цех который занимается приготовлению полуфабрикаты салата Продолжение следует... 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 Продолжение следует...